В будущем будет вот так. Попробуйте вдуматься в это. Мы создаем нечто, что не может быть. Цель и ценность поколения Y – изготовление новых форм жизни. Не мне горевать по этому поводу, потому что просто нет другого выхода. Оптимизация человека совсем другая. Это моя жена, например, и ваша. Это не круто. Это колоссальные инвестиции должны быть. Не через яйцо и геном, а через интернет. Про дизайн в гостях у Владимира Пирожкова. Привет, друзья. Владимир Пирожков не нуждается в представлении. Пожалуй, это один из самых известных промышленных дизайнеров России. Мы находимся в центре кинетика «Не ту миссис». Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Что является самой повторяемой чертой наиболее успешных дизайнеров промышленных? Повторяемая черта? Повторяемая черта, да. Ну, скажем, кто выделяет успешных дизайнеров? Какое-то особенное… Относительно стабильная смена мест работы. Я бы сказал так, потому что у каждого дизайнера есть свой период, назовем свой итальянский период, когда нужно отработать на одной компании или в каком-то направлении, а потом нужно менять обязательно, чтобы не застаиваться. Поэтому я думаю, что наиболее успешные ребята, они все проходили по одному и примерно тому же алгоритму и в районе там от семи до десяти лет работали на какой-то компании или на своей компании и потом меняли. Поэтому обязательно нужно меняться. Менять, чтобы сознание включить? Не застаиваться, потому что дизайнер – это про новое. Новое – это про постоянный выход из зоны комфорта и создание новых изделий, то, чего не может быть. Потому что, как только вы делаете что-нибудь модернизационное, то есть чуть-чуть улучшаете то, что уже было сделано, но вы попадаете в категорию больше конструкторскую, чем дизайнерскую, фантазийную, если хотите. Поэтому очень важно всегда иметь свежий взгляд на вещи и видеть, что в мире происходит, быть в курсе дела и на острии. Какие алгоритмы вы используете для того, чтобы смотреть за горизонт? Читаете научные журналы, мониторите ведущие университеты, например, MIT? Как вы? У всех своя методика. У меня, наверное, больше просто следить, что происходит в мире. Потому что читать научные статьи, наверное, я не успеваю. Давайте будем честными, то есть я не успеваю. Соответственно, я смотрю, что происходит в мире и мне важно понимать, что будет дальше. То есть мне нужно заглядывать лет на 20 вперед, поэтому моя главная задача – это мониторить процессы, иметь какую-то определенную, достаточно глубокую аналитику про то, что будет дальше. И в основном, конечно, в сфере, которой я занимаюсь, то есть это промышленный дизайн и футурология. Когда ты знаешь, что будет через 10 лет, например, то, разговаривая с клиентом, ты всегда можешь аргументированно рассказать, что будет у этого клиента через 10 лет. Например, в какой стране этот клиент будет для начала? Потом какая будет ситуация в этой стране? Какая будет религия в этой стране? Какие будут дети? Будут ли дети вообще в этой стране? Будут ли деньги вообще? Какие будут деньги? Да, и так далее. То есть можно тут и политика, и геополитика, и технологические тренды. И когда все это дело сливается в какой-то такой комок, я бы сказал, такой достаточно серьезно пульсирующий, потому что мы не можем на 100% быть уверены, что будет произойдет через 10-15 лет. Мы и через год-то не знаем, что будет. Вот прилетела пандемия, и огребли все. Поэтому нужно иметь примерное представление, что будет через 10-20 лет, желательно 50. Вот. И тогда ты будешь в тренде, ты будешь на острие, и тогда твой клиент будет тебе верить, и будешь двигаться дальше. На какую мощность сейчас используются центры прототипирования? Наш центр прототипирования был построен в шестнадцатом году. Он был построен на государственные инвестиции, и это серьезный центр, очень мощный, у нас порядка 30 единиц оборудования. Зачем это было сделано? Для того, чтобы внедрять в реальное производство те фундаментальные находки, которые происходят в университете. Это главная была задача. Это работает где-то процентов на 15-20, объективно. Дальше у нас где-то еще на 15-20 процентов загрузка по изделиям из будущего. Это когда приходит клиент и говорит, нам надо что-то сделать такое, чего мы не знаем еще, но будет вот так. В будущем будет вот так. Как нам ответить на такую задачу? И мы вместе с клиентом, то есть вместе с инжиниринговой компанией какой-нибудь или с инженерами внутренними нашего заказчика, мы создаем нечто, что не может быть. Инновационный продукт. Это тоже 15-20 процентов. То есть у нас уже получается где-то процентов 35-40 загрузки. А дальше идут, скажем, модернизационные проекты. То есть кому-то нужно украсить, получше сделать то, что у него было. Мы к этому относимся с уважением, но не без фанатизма, скажем так. Инновационных проектов немного. Есть инфраструктурные проекты. Извините, что я дольше немножко развернусь и скажу. Инфраструктурные проекты типа мостов, дорог, инфраструктуры, заправок, еще чего-то. Этого есть. Но наша задача делать гиперболоиды инженера Гарина и ковры-самолеты. Вот. Поэтому таких проектов не так много, как хотелось бы. А что, на ваш взгляд, нужно поменять и изменить с точки зрения государства и политики государства для того, чтобы загрузить такой центр, как ваш, скажем, хотя бы на 70 процентов? Что должно поменяться? Я не знаю. Смотрите, если я сейчас буду вам рассказывать, что нужно менять на уровне государства, это, скажем так, не моя задача. Моя задача примус подчинять. У государства задача развиваться. Я считаю, что государство для себя должно принять решение развиваться и идти в будущее, а не проедать прошлое. Прошлый задел, который создали наши деды и отцы, он на исходе. Та экономика, которая была ими построена, она социалистическая, она работала, она работала хорошо на тот момент. Потом все было изменено по какой-то причине, по воле чьей-то воле было изменено. Не мне горевать по этому поводу, потому что я живу там, где живу и работаю с тем, что есть. Вот. Поэтому наша задача намывать те кусочки золота в реке, которые проплывают мимо или которые где-то есть. Вот. Поэтому у государства, конечно, есть задача идти вперед, не зацикливаться, потому что в последнее время это движение не такое, как хотелось бы. Вот. И если мы не хотим остаться на свалке истории, как принято говорить, то нам нужно, конечно, собраться тряпком и идти вперед. Для этого есть определенные механизмы, есть инструменты. Те, кто рулит государством, знают эти инструменты и частично их используют. На мой взгляд, можно было бы использовать поактивнее. Может быть, где-то быть посмелее. Владимир, сколько стоит сделать в вашем центре прототип в среднем? Я понимаю, что диапазон может быть разный. И второй под вопрос, какой самый дорогой прототип вам удавалось сделать? Те прототипы, над которыми мы работаем, делятся на три группы. Вот как раз модернизационные, это когда нисколько не стоит практически, да, потому что это работа в ноль. Когда просто работает станок, дорогой оператор делает недорогую операцию. Это не круто. Рутина. Рутина, она есть, от нее никуда не деться. И если хотите, мы этим зарабатываем себе на краюшку хлеба, не на масло совсем. Второй момент – это уровень прототипов, которые не очень большие, но достаточно сложные. Мы центр высокой сложности, и поэтому мы ищем проекты, которые посложнее. Но есть среднего уровня сложности, небольшие проекты. Они, скажем так, от 5 до 20 миллионов рублей за проекты, это работа на, предположим, там от трех недель до максимума двух месяцев. Ну, шлем, например, да, то есть сложный шлем – это средние сложности и прототип. Три месяца, да? Нет, я думаю, что около месяца можно. Ну, а бывают очень сложные позиции. Например, мы работали с нейрогарнитурой для компании «Нейрочат» из «Сколково». И у нас ушло два года на относительно недорогой проект, но он был сложный, потому что мы узнали, мы этого не знали, но мы узнали, что оказывается в мире порядка 64 типоразмеров голов, да, и нам нужно было сделать три типоразмера, да. А азиаты очень сильно отличаются от австралийцев и американцев, например, или южноамериканцев и так далее. Поэтому, например, структура волос влияет очень сильно на дизайн этого шлема. Поэтому мы долго работали с ребятами, чего-то добились. Я не скажу, что там был бриллиантовый результат, но мы добились многого. Они получили определенные инвестиции в связи с прототипами, которые мы сделали, благодаря им. Я считаю, что этот проект был успешный. Но это был проект долгий и недорогой. А проекты, которые мы ищем и стараемся находить – это проекты, например, там самолет или космический корабль или тепловоз, но цельный, да, то есть это целая система, да, когда у вас 20 тысяч деталей, 40 тысяч деталей, да, и это большинство деталей рутинные, так называемые модернизационные, да, то есть нужно там чуть-чуть получше сделать или там как-то посмотреть, чтобы она была… Если она на виду, то ее сделать эргономичнее или там красивее, эффективнее или еще что-то такое. Но мы ищем проекты, которые могли бы быть прорывные, инновационные. Такие проекты непонятные, какие цены у них, потому что никто не знает, что это такое. И есть приблизительная матрица инвестиций в такие проекты, да, то есть мы понимаем, сколько это примерно должно стоить, озвучиваем это заказчику, заказчик какое-то время думает, живет с этим вирусом, а потом или переболевает этим, или не переболевает этим и идет в модернизационные проекты. Может ли центр прототипирования быть такой площадкой, которая объединит разных российских и не только российских дизайнеров для решения какой-либо задачи? И были ли у вас такие примеры? Зачастую это происходит, я бы сказал, в 30 процентов случаев это происходит, потому что просто нет другого выхода, негде построить хороший прототип. Мы, собственно, из-за этого и строили такой центр, чтобы была точка, где можно построить сложный прототип любому дизайнеру, потому что, ну, если есть инвестиции, за эти деньги можно построить хороший прототип. Другое дело, что инвестиций нет. Но вы же работаете в основном с госкорпорациями, и как сторонний дизайнер промышленный, который, у которого свой бизнес или какая-то своя задача, каким образом он может попасть к вам? Очень просто, он приходит и заказывает прототип, если у него есть деньги. Мы считаем это дело по понятным лекалам, как говорится, или там, если хотите, это шаблоны, да, или матрицы, или форматы, как сейчас модно говорить. Вот. Но мы не рыночная структура, мы университеты, соответственно, у нас есть определенные издержки, которые делают прототип дороже. Но если вы хотите сделать то, чего не может быть, это к нам. И следующая история, я еще на предыдущий вопрос отвечу, что самый, наверное, дорогой прототип, который мы делали, это несколько десятков миллионов, до сотни миллионов, вот. Дизайнер может прийти, если ему нужно сделать что-то, но нужно понимать, что у нас технологии достаточно высокие, то есть я вот сейчас сижу на фоне самого большого в мире принтера, например, да, таких принтеров три в России, да, я, скажем так, не хвастаюсь и не жалуюсь, да, то есть это просто так случилось, потому что нам такой нужны, мы с таким работаем. Но если дизайнер хочет сделать что-то, пожалуйста, приходи. Но тебе нужно понимать, что это будет стоить денег. То есть дизайнерам нужно иметь партнеров или спонсоров? Да, только так, потому что, смотрите, если дизайнер сам по себе, ну, например, там, дизайнер часов там, да, он все равно должен быть с партнером, с каким-нибудь заводом или, например, с каким-нибудь инвестором, который верит в его дизайн, да, и который пойдет дальше продаваться хорошо в рынке. Но видите, в последнее время зачастую, особенно корпорации развития, так называемые институты развития, там начинают оси, заканчивая там РФПИ, там РФФИ, и я могу десяток таких институтов перечислить. Их вопрос всегда состоит в том, что если ты дизайнер, ты одновременно должен быть маркетологом, ты одновременно должен быть футурологом, ты одновременно должен быть инвестором, ты одновременно должен быть финансистом, ты должен быть проектировщиком, ты должен быть технологом, и, в конце концов, ты можешь быть еще и дизайнером. Но представь полный бизнес-план своего успеха. Вот, если ты не представляешь полный бизнес-план, то основная корпорация развития веб тебе ничего не даст, потому что ты не сделал его работу и не предложил вот такую толстенную книгу, где страничка про дизайн будет там последняя, а вот эти 854 страницы перед этим должны быть обоснования, экономическое обоснование проекта. Вот, поэтому как дизайнер я не счастлив этому, потому что мне нужно иметь еще очень много компетенций и я теряю время на то, чем должны заниматься профессионалы из веба. Владимир, расскажите, вы в одном из интервью упоминали вертикальные парковки, рассуждали ли вы на эту тему и могут ли в нашей стране начать появляться такого типа парковки, потому что в тех же самых хамовниках, где вы живете, здесь рядом, около Миссис, скажем, все забито машинами и качество жизни от этого другое. То есть если дворы разгрузить от этих машин, от этих железных консервных банок, ящиков, то качество жизни изменится. И восприятие даже картинки, так же, как вот сейчас, какое-то время назад начали, слава богу, прятать провода под землю, наконец-то, был услышан Тесла, но, правда, у Теслы несколько другие были идеи. Что вы скажете по поводу вертикальных парковок и вообще таких проектов, могут ли они появиться? Я с этим проектом приехал в Россию, собственно говоря, это была моя задача перейти из плоского транспорта на объемный. Плоский транспорт это то, что проезжает вперед и налево, соответственно, это автомобили, поезда, грузовики, я не знаю, там что-нибудь еще по плоскости передвигающиеся. Объемный транспорт это когда вы передвигаетесь в 3D, то есть длина, ширина, высота и желательно время. То есть еще и во времени 4D-транспорт, так называемый. Вот моя задача изначально, и этот центр строился под такую задачу, это перейти на объемный транспорт, передвижение в пространстве. Каждый, всегда и везде. Это был лозунг. Но это рамштайн из раннего. Я когда приехал сюда, я мечтал об этом. Потом я положил достаточно много времени и все об этом, кому интересно, об этом знают. Я достаточно долго был активным пропагандистом объемного транспорта. Мы бились как рыба об лед много лет. Я даже скажу, с какого это, с 2008 года происходит. Можно легко посчитать, что это порядка 12 лет мы этим занимаемся. Что-то было достигнуто, что-то не было достигнуто. Но основная тема перехода на объемный транспорт, которая для нашей страны крайне актуальна, особенно учитывая развитие Сибири и Дальнего Востока, она не продвинулась далеко. На данный момент все, что связано с малой авиацией, это перестройка известного и легендарного самолета Ан-2, он же кукурузник, в более приличный вид. Но на самом деле только модернизация этого самолета. Рестайлинг такой. Да, небольшой рестайлинг. Малая авиация вообще загибается. В остальной авиации сделаны определенные шаги. Я считаю, что очень конструктивные. Начиная от сухого Суперджета 100, в котором мы тоже принимали участие, заканчивая МС-21 и широкофузеляжным российско-китайским проектом. Также взяты, скажем так, старые советские разработки в виде Ил-76 и других Ту-160, которые с новой авионикой приходят. Ил-114 гражданский самолет сейчас наконец-то поставлен на крыло. Но это все разработки наших дедов. Это не разработки их детей и их внуков. Соответственно, я скажу так, что работа над объемным транспортом в России не то чтобы провалена, но она отброшена на много лет назад, потому что идея была 20-летняя, где-то 20 лет назад. И сейчас это только-только начинает заходить в умы тех людей, которые принимают решения по этому вопросу. Теперь вертикальные парковки относятся к объемному транспорту. Соответственно, ноу-транспорт, ноу-парковка. То есть, как говорится. А почему ноу-транспорт? Потому что ноу-мани, ноу-хани. И вот и все. И я тут немножко переживаю по этому поводу, потому что я думал, что успеем мы этим в мой life circle, на lifetime позаниматься. Возможно, еще и успеем. Но посмотрим, как пойдут дела. Второй момент такой. Сможем ли мы? Сможем. Мы же ездим на А8 Audi и не жужжим. Mercedes S-класс нас вполне устраивает. Это сделано нашими немецкими партнерами, как сейчас принято говорить. Поэтому, если наши немецкие партнеры или японские партнеры в виде Toyota сделают объемный аэромобиль, то мы, конечно, с удовольствием воспользуемся этим. Но для этого нужно будет ввести определенные нормы для передвижения в пространстве. Одна же диспетчеризация передвижения в пространстве и навигация передвижения в пространстве. Чем наши японские партнеры сейчас как раз разработкой таких норм они очень успешно занимаются. Это очень интересный аспект, потому что, что будет, когда все поднимутся в воздух? Будет диспетчеризация в пространстве и навигация в пространстве. Это будут дроны, скорее всего, потому что людям рулить такими вещами желательно не давать. Если этим будут заниматься, то только профессионалы, которые будут специально этому обучены, они же пилоты. Скорее всего, это будет Uber Taxi. Они, скорее всего, появятся, скорее всего, в Сингапуре, еще в местах типа Джилла-Лабада или какого-нибудь Полуальто. А потом будет дальше распространяться достаточно стремительно, потому что те же электромобили, ну, мы думали, что они появятся гораздо раньше и в гораздо большем количестве. Но не так все происходит быстро, как хотелось. Поэтому объемному транспорту еще предстоит пройти какой-то путь. А на ваш взгляд, какой путь это? 5, 7, 10 лет? Я думаю, это до создания другого типа батареи, потому что все хотят электрически, никто не хочет дымить больше. Все хотят электрически, а для этого нужно иметь какие-то другие источники энергии. Это не ионно-литиевые источники энергии, потому что лития не хватит на всех. Ну и большая еще есть проблема у лития, это утилизация. Так точно, да. Поэтому тут или иметь какой-то новый принцип конденсации электрического заряда. Что к чему, я думаю, все придет, потому что все этим сейчас активно занимаются в основном китайцы. А китайцы, они ребята упорные. Обычно, если поставлена задача, то они ее выполняют. Да. Объясните, пожалуйста, простому обывателю Избутова, почему ему стоит отказаться от личного автомобиля в пользу летательного аппарата или того же самого UberTaxi. Избутова я не буду объяснять, они не будут этим заниматься, они будут пользоваться традиционными видами транспорта. Скорее всего, это будет элита, та, которая будет пользоваться объемным транспортом. То, чем сейчас уже пользуется руководство страны под названием вертолет. Например, Дмитрий Анатольевич, насколько я знаю, летает на работу на вертолете, как и Сергей Конжугетович, тоже летает на вертолете. Я свидетель этому. Здесь он рядом, обминобороны. Очень часто там. Поэтому ситуация какая, что, скорее всего, этим будет пользоваться деловая элита, в первую очередь, в том числе, появятся новые средства транспорта, как сверхзвуковые бизнес-джеты, потому что нужно летать в тот же Сингапур или в США, или еще куда-то там, в Канаду, или в Японию, там, в Китае. Это будет немножко делиться по принципу пчел и муравьи. Да, муравьи, которые, работяги будут внизу делать свои тропинки, будут по ним толпиться в пробках. А элита пчел и будут летать по другому алгоритму. Ареал Улия... Такое, кастовое общество. Да, ареал Улия 300 километров, ареал муравейника 1 километр. Понятно. Какой следующий прорыв в космосе стоит ожидать в ближайшие 5 лет? Назовите, пожалуйста, три варианта. Желанный прорыв в космосе это изменение силовой установки. С кислорода плюс керосин на что-то... Более адекватное. Более адекватное. Например, сжиженный природный газ. Я думаю, в ближайшие 5 лет появится ракета на сжиженном природном газе. Это открытый проект Роскосмоса. Мы в нем участвуем совместно с ЦСКБ Прогресса, с Самара. И мы работаем с заказчиком Роскосмосом над этим проектом. Дизайн новой ракеты на СПГ. Тяжелый. Это будет прорыв, потому что это совсем другой принцип. Следующий прорыв — силовая установка, которая сможет передвигать достаточно большие грузы в открытом космосе, то есть в космосе за пределами атмосферы. И это, скорее всего, ядерный буксир, который будет использован для передвижения между планетами. То есть это межпланетные перелеты. И, скорее всего, это тоже будет Россия, как это немодно сейчас звучит, потому что все думают, что Илон Петросович Маск этим занимается. Нет, Россия тоже этим занимается, Роскосмос этим занимается. И, скажем так, в контраст всеобщему мнению, что мы все, извините, профукали, я считаю, что у Роскосмоса очень большой задел. И активная работа идет. Мы просто знаем, как это происходит, и мы видим внутри. Когда внутри цеха происходит, мы тоже к этому цеху имеем отношение. И там достаточно серьезная работа идет. Поэтому вот эти два основных прорыва, которые ожидаются, это изменение силовой установки и, собственно говоря, энергетики. Энергетики. На чем вылетать в космос, как далеко можно отвезти побольше груза. Так точно, да. Надо просто больше работать и меньше вонять, я извиняюсь. Хорошо. А с нынешним руководством Роскосмоса это возможно? Абсолютно. Мы работаем с нынешним... Я еще раз повторюсь, мы работаем с тем, что есть. Мы не жалуемся и не хвастаемся. Нам нужно примус подчинять. Поэтому мы работаем с тем, кто есть. На мой взгляд, субъективный взгляд, к сожалению, руководство Роскосмоса меняется слишком часто. Особенно руководство корпораций, как то РКК «Энергия» или «Хруничев». И поэтому чем дольше и чем адекватнее будут руководства этих корпораций, тем лучше и качественнее и быстрее будет выходить продукт. Потому что вы не успеваете даже войти в курс дела, вас уже поменяли, вместе с командой и ранее достигнутыми договоренностями. Это очень важно. Поэтому, если у вас есть полтора года на то, чтобы улететь на Марс, я не думаю, что так может случиться. Поэтому притормозите немножко. Попробуйте поработать с теми людьми, которые есть. Главное, чтобы задачи были точные и чтобы было точное и понятное прозрачное финансирование этих задач. Назовите, пожалуйста, топ-5 ученых-инженеров для вас из ныне живущих. Три-пять ученых, которые вызывают у вас уважение. Тут дальше, наверное, даже не ученые. Тут, наверное, даже больше футурологи. Я по фамилиям точно не скажу. Давайте так. Я немножко попсовый парень. Я не интеллектуар, скажем так. Но я считаю, что проект Графена очень крутой. То есть те ребята, которые сделали Графен, это очень круто. А те ребята, которые сделали интернет, это очень круто. По проектам я думаю, что те ребята, которые сделают чип, имплантируемый в мозг для связи с всемирным разумом, ну тут менеджер больше, это Илон Маск или Стив Джобс, вот эти вот ребята, которые реально двигают. Индустрию в целом. Да, индустрия в целом. В нашем случае, я думаю, что это, наверное, академики какие-то, которые принесли. Ну, гиперзвук, я считаю, очень крутая история. И кто бы там ни был отцом гиперзвука, ему гиперреспект. Вот. Я думаю, передача энергии на расстояние очень интересная технология. Это Тесла. Да, наверное. Мы так думаем, но никто не знает, как это было сделано. Поэтому, может быть, это прекрасный пиар-ход, который мы сейчас обсуждаем. Он же хайп, он же фейк и так далее. Потому что того, той передачи энергии на расстояние, которое мы ожидали, не произошло пока. Я считаю, что товарищ Форд прекрасен. Именно товарищ Форд не изныне живущих. не изныне живущих, потому что он создал конвейер. И это на тот момент была умопомрачительная прорывная технология. он просто ушел раньше, чем ожидал. Собирался обойти самолет за 500 долларов. Передвижение в пространстве за 500 долларов это очень круто. Вот это как раз моя мечта. Передвижение в пространстве за очень небольшие ресурсы, которые нужно потратить на это передвижение в пространстве. Поэтому, наверное, так. Я без фамилии туда обойдусь, потому что я просто не помню. Выпуск снят вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум, где обучают востребованным профессиям и навыкам, погружая в практику. Что это значит? Каждые 20 минут теории подкрепляются реальными задачами. Наставники помогают формулировать вопросы, а не дают ответы. Вы будете много ошибаться. Вспомните, когда вы учились кататься на велосипеде. Сколько раз пришлось упасть, прежде чем поехать? Да, будет непросто, но вам понравится. Ведь в конечном итоге вы научитесь решать новые задачи, что позволит немного вырасти в жизни. Теперь перейдем к детям. Владимир, вам нравится, как выглядят детские площадки во дворах? В Москве, да. В московских площадках. В Москве, да. Смотрите, я считаю, что туда можно добавить несколько интересных функций, потому что сейчас, поскольку у меня маленький ребенок, и я знаю точно, из чего собраны сейчас площадки. Всегда горка, всегда одна или две качели, которых никогда не хватает, и всегда очередь на них. И всегда целая куча ненужных стенок и каких-то лазалок, на которых там никто не лазит. Всегда есть забытая песочница без свежего песка и набитая собачьими отходами. И эти площадки сделаны из качественных хороших материалов в Москве. С абсолютно не экологичной платформой, то есть это молотая резина, которая на солнце сильно воняет, но она безопасна для детей, потому что они падают часто на детских площадках и могут себе расквасить нос, как это мы в детстве делали. Что можно было бы изменить? Первое, что я бы изменил, это материал, из которого сделана платформа площадки. Его нужно искать экологически чистый, потому что мы дышим этим гадом. Это жуть. А дети наши дышат. Это канцер, то есть это рак на уровне детства. Следующее, я бы попробовал совместно с мамашами собрать фокус-группу и создать новые функции для детских площадок, кроме качелей и горки. Есть идеи и можно было бы поработать с правительством Москвы над этим делом. Почему Москвы? Потому что Москва лучше всех справилась с масштабированием этих решений, у Москвы есть ресурс и она может эти вещи делать. Она делает это в любом дворе, это очень круто. То есть вот только у нас, например, в Хамовниках я знаю порядка 20 детских площадок с разными тематиками. какая-то космическая, какая-то камешки называется. Я знаю две хороших. Да. У мамаш это называется камешки, самолет, космос, корабль. Это я сразу вот так и все они очень хорошие. Но есть другие идеи, которые можно было бы расширить функционал этих площадок, не причиняя ущерба тому, что уже есть. И следующий момент, это надо масштабировать в регионы. Например, в Самаре, где мы часто бываем, бабушка с дедушкой моей дочке, они там площадок практически нет. И это не скажем так, не в укор губернатору современному, потому что он недавно пришел на свою должность, и он сейчас этим активно занимается. Я знаю, потому что я его советник по инновациям. но мы с Дмитрием Азаровым работаем над этим сейчас активно, и московский опыт хорошо масштабировать при условии наличия денег. Но денег в регионах не всегда есть, и поэтому нужно искать какие-то способы, как это реализовать там. Там адская проблема с детскими площадками, ну просто адская. А это Самара, это областной центр, в Тольятти еще хуже. Калуга. Да, да везде, я думаю, что может быть не так уж плохо в Казани, но это у нас витрина. Вот Калуга, кстати, нормальная еще. Калуга еще нормальная, это хороший регион. Там Белгород хороший регион, например, Красноярск неплохой регион, но те, у кого есть деньги, это регионы доноры, а остальные регионы, они, как говорится, на подсосе. И тут нужно искать какие-то местные способы, локальные способы, как можно занять какую-нибудь деревообрабатывающую компанию какими-то проектами, которые могли бы быть недорого, но качественно сделаны. В том числе, я, кстати, добавлю здесь про рынки. Ну, рынки, обычные потребительские рынки, где бабушки торгуют своей клубникой. Не вот эти вот парни с юга, которые перекупщики, а локальные бабушки со своей дачи могли бы торговать в хорошо, качественно организованных системах, торговых системах, таких практически нет. Да, это тоже большая проблема. При центре прототипирования есть школа для детей. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за школа и что за дети здесь учатся, сколько стоит это обучение, если оно стоит, и какое количество учеников, как сюда попасть, и можно ли попасть, скажем, ребенку с улицы. Да, отвечаю с конца. Можно попасть ребенку с улицы совершенно спокойно. Мы не занимались... Какой возраст? С 4 до 12 лет. Мы не занимались рекламой этого центра, это так наш называемый детский сад, это техномечтатели, это площадка эксперимент, и это пилот, если хотите. Сейчас я буду развивать этот пилот на молодежном форуме Таврида в Крыму. Мы будем в этом году там делать выездную, скажем, выездную команду туда, с нашего детского центра, но это уже будет для ребят постарше, там, 20-летних, предположим. А так, с 4 до 12 лет абсолютно доступно, я вам телефончик дам, звоните. У нас нет особого сайта, поэтому я просто телефон дам, я из Сергея Рыков, который пришел к нам из политехнического музея, и он очень крутой специалист именно по детям, потому что, знаете, одно дело, вы специалист по технологиям, а другое дело, вы просто с детьми умеете работать. Вот это сплав такой очень качественный, на мой взгляд. Мамочки все меня поймут, потому что вот дети оттуда не хотят уходить. У нас порядка 50 детей, по-моему, 3 раза в неделю занятия, 3 раза в неделю занятия, или 4, если я не ошибаюсь, 18 тысяч рублей стоит это дело, но по моим последним данным в месяц, да, то есть получается по 2,5 часа занятия, 4 раза в неделю, вот вам пожалуйста 10 часов занятий за 18 тысяч рублей. Делится на 1,8, ну получается 1,8 за занятия. Вот это недорого, потому что сейчас в Москве средняя цена порядка 2,5-3 за занятия, будь то рисование или бассейн, или еще что-то там, гимнастика и так далее. То есть мы, скажем так, лучше, чем рынок. У нас очень мало пиара, потому что мы больше сконцентрированы на то, как качественно детям кайфануть. Они собирают, я тут рядом нету, но я вам сейчас покажу, и вы можете доснять, потом собирают удивительные вещи из простых материалов типа картон гофрированный, например, они делают конструкторы. Это анти-лега, если хотите, потому что лего очень просто пойти купить, это датчане за вас придумали, американцы, а вы уже хавайте people, да, как говорится. Но наша задача это дать ребенку креатив, чтобы он мог сам придумывать игрушки для себя и для своих сверстников, поэтому ребенок учится понимать, как устроен мир и на базе этого понимания строить элементарные игрушки, например, там задний привод автомобиля или, например, и дизайн потом собирает сам. А задний привод мы ему показываем, как устроен на микромоторчиках, которые продаются килограммами на Alibaba. Вот. И у нас задача какая? Одна батарейка, один мини-моторчик и у вас поехала игрушка, ну, например, полетел вертолет или, например, заработал робот кукла, да, или, например, поехал какой-нибудь трактор, и этот трактор повез банку Кока-Кола, например, в соседнюю комнату папе, ну, поржать, такие штуки, да, и, например, если у вас пандемия и папе после тяжелой дистанционки надо как-то оттопыриться, то вы садитесь со своим сыном или внуком и начинаете конструировать какую-нибудь простую бегалку-ползалку из крышек из-под Кока-Колы или там из-под какого-нибудь там киндер-сюрпризов, например, да, и это такие машинки, которые мы раньше где-то строили из техники молодежи или из юного техника, мы это все собираем, структурируем, выстраиваем методики и делаем киты. Вот сейчас мы договорились с парком Горького, что у них на площадке парка Горького и музея Гараж будет продаваться наша продукция, вот эти киты из каких-то элементарных материалов. Или игрушка. А сколько детей здесь учатся? Порядка 50 ребят учатся у нас порядка, по-моему, шести девочек и там 44 мальчиков, ну где-то так. А как вы считаете, этот опыт можно масштабировать? Конечно, да, конечно. Мы для этого делаем методики сейчас. Более того, я считаю, что это коммерческая история. Все губернаторы, все губернаторы Российской Федерации заинтересованы в масштабировании этого проекта на территории их округов или их областей. Поэтому мы сейчас готовим как раз определенные киты и методики под эти киты и еще систему подготовки преподавателей. То есть, например, мы там за 10 тысяч готовим преподавателя, потом по 500 рублей продаем кит и преподаватель, например, деньгами родителей может купить, например, 20 китов, вот у него там есть 20 детей и он делает, например, трактор вместе с детьми как упражнение. А потом эти дети вместе с преподавателем могут уже конструировать самостоятельно свои идеи. например, снегоход там в Ямало-Ненецком округе или, например, комбайн в Ростове-на-Дону. Владимир, у вас есть дочь? Скажите, какое образование для своей дочки вы видите и где? В России это, где-то в другой стране? Что это за университет? Или это синтез, скажем, университета и каких-то дополнительных курсов? Всем, у кого есть дети, это будет интересно услышать. Да, есть они у многих, поэтому я сейчас расскажу с удовольствием. Это вопрос, наверное, один из наиболее часто задаваемых. Я читаю лекции для многих институтов развития и для корпораций. И именно родители, не работники «Газпрома», а именно родители, как работники «Газпрома», задают вопрос про детей. Первое. Я считаю, что первое это не загонять ребенка в рамки того, что вы от него ожидаете. Вот вы, например, газовик или, например, технолог или вы бизнесмен. Совсем не обязательно, что ваш ребенок захочет быть таким же. Может быть, он захочет быть балериной или блогером. Или, например, архитектором генома. То, чего вы вообще не представляете. Соответственно, нужно просто смотреть за интересом ребенка и как можно раньше понять, в чем сектор его интересов. Именно сектор, потому что их может быть несколько в этом секторе. Из этого сектора можно попробовать сплавить какой-то сплав занятия. Я даже не говорю профессию, а занятия. Ну, например, около-сити-фермер дизайнер. Или психолог постпластической хирургии. Или, например, дизайнер виртуальных миров. Вот такие вот штуки. После чего вы предлагаете ребенку попробовать себя, скажем, элементы вот этого. То, что вы там вместе с ним наплавили. Чтобы ему было интересно, чтобы глаза горели. После этого вы можете для себя определить, где этому преподают. Скорее всего, нигде. Поэтому вы можете сделать базовое образование, например, математика или физика или химия или биология здесь, в России. Потому что у нас базовые науки еще пока неплохи. Еще пока неплохи. И желательно, чтобы первые там, я не знаю, три курса после школы человек, даже не заканчивая института, как бы это странно не звучало. Потому что может оказаться так, что он закончится институт, а его профессия уже будет неактуальна. Поэтому, может быть, даже не заканчивая института, получив сертификат от трех курсов биологического факультета МГУ, человек может попробовать себя где-нибудь в Англии, в Америке, в Израиле или, например, в той же Финляндии или где-нибудь в Китае, где сейчас все лучше и лучше становится образование. И вот там он может как раз сфокусировать свои базовые навыки, так назовем фундаменталочку, сфокусировать, например, на архитектуру генома, просто чисто биологические свои знания, или какие-то медицинские, более точные штуки, там уже придется пройти полный курс. Но тогда готовьте, чехлите капусту, как называется, готовьте деньги для того, чтобы ваш ребенок поехал в хороший вуз, потому что нехороший вуз я не рекомендую. Я сейчас реально собираю деньги на образование своей четырехлетней дочки. А что для вас хороший вуз и что нехороший? Стэнфорд хороший вуз, то есть Гарвард хороший вуз, Йель хороший вуз, это бизнес. Например, MIT это технология, и, например, Ахинский технологический университет это технология, Пекинский технологический университет это технология, Шанхайский. Но, в принципе, есть еще несколько вузов интересных, там во Франции есть, например, бизнес Инсиад, очень хороший, дорогой, Но лучший, наверное, в мире. Поэтому, если вы дадите изначально хорошее образование ребенку с очень крепким фундаментом российским, этот фундамент включает в себя и идеологию, потому что русские понятия добра и зла отличаются от японских понятий добра и зла. А можете назвать три или пять хороших российских школ? Вузов. Школ, давайте так, из того, что я знаю. Но я еще не видел. Я готовлюсь к этим школам. Это Летово. Есть новая школа такая, она, по-моему, в Одинцовском районе где-то находится, за Москвой. Есть 57-я школа, но там детей утрамбовывают. Это очень хорошее знание, но покореженная психика, я так считаю. Филипповская школа там хорошо дают установки про добро и зло. Она, может быть, не такая интеллектуальная, но она зато, скажем так, понятийно правильная. И потом ребенок сориентируется. Я думаю, что есть еще несколько интересных школ, которые при сберии, я думаю, интересные вещи есть. Но в последнее время там говорят, что сильно поменялся предводовательский состав, это хоро-школа. И многие дети оттуда ушли. Ну, родители в первую очередь. Итак, получается, я думаю, 4-5 хороших школ. Очень просто рейтинг российских школ, и вам вывалится все это дело. Я думаю, в Томске есть хорошее образование базовое. Скорее всего, есть в Казани. Скорее всего, есть в Питере. Питер точно хороший. По дизайну, я сразу скажу, есть три очень мощных школы. Это Строгановская академия в Москве имени Строганова. Это академия имени Штиглица в Санкт-Петербурге, бывшая Мухинка, Мухинское художественно-промышленное училище. Тогда так это называлось. И замечательная Урал ГАХА, то есть Уральская государственная академия архитектуры, где я учился. Это прямо мощные школы с хорошим результатом. Очень многие дети до половины уезжают на Запад. Это хороший показатель, потому что мы, в принципе, конкурентоспособны в мире. Да, становимся по дизайну промышленному. А как вы оцениваете современную академию наук? Есть ли шанс на ренессанс русской науки в контексте мира? Я думаю, шанс есть. Я думаю, что ей нужно дать этот шанс еще раз, потому что прошлый шанс был, на мой взгляд, не очень хорош. Они не воспользовались им. Или им не дали им воспользоваться, я не знаю точно. Но академия наук в последнее время – это то, что я слышу. Я не в цеху. Поэтому мое мнение нужно делить на 10. Но то, что я слышу, это больше было сконцентрировано на какой-то недвижимости и операциями с недвижимости Академии наук, вместо того, чтобы заниматься фундаментальной наукой, которую, в принципе, Россия, на мой взгляд, проиграла. И последние 30 лет, мне кажется, это катастрофический провал. Катастрофический. Только благодаря некоторым академикам, которые не упустили, как говорится, из рук то, что у них еще оставалось, не пропустили между пальцев и сохранили потенциал прошлый. Мы в гиперзвуке, например. Только благодаря им. Это технологии 80-х и, может быть, даже 70-х годов, а не сейчас. Поэтому тот потенциал, который был сохранен, его надо еще раз сохранить. И желательно, ну не приумножить, хотя бы приплюсовать что-нибудь. Приумножить – это смело сказано. Это колоссальные инвестиции должны быть. Но мне кажется, те люди, которые сейчас принимают решения по науке, не верят в Академию наук. Хотелось бы, чтобы это было не так. Хотелось бы, чтобы верили. Но для этого нужно иметь мудрых мужиков. А они все на Западе, к сожалению. Владимир, согласны ли вы, что мы из эпохи информации перешли в эпоху дезинформации? Согласен. А что такое для Владимира Пирожкова этичный дизайн? Не лажать. Вот правда, не лажать. Это самая главная была задача, когда мы создавали этот центр. Я знаю, что в сети и еще во всяком диванном мире идут истории о том, что вот освоили государственные деньги. Да, мы их освоили, но мы сделали центр, который может, ну я бы сказал, процентов на 70, хотя бы на 70, а может быть даже на 80, не лажать. И это главная проблема. Потому что как вот только до вас у меня были клиенты, которые пришли и сказали, давайте мы у вас будем производить детали для наших идей. Я говорю, слушайте, мы для этого создавались, чтобы свои идеи не лажать. Да, то есть вот у нас есть заказчик, он приходит и говорит, у меня есть определенная технология, определенный прибор. Мы говорим, а вы пробовали другой материал использовать? То есть они говорят, мы даже не думали об этом. Я говорю, давайте подумаем вместе, создаем технологию, она будет а, дешевле, легче, быстрее, эффективнее и круче по всем показателям. И мы это вам докажем на прототипе, который вы испытаете на своих мощностях, которым вы доверяете. Они это делают, и у нас это получается, уже много таких кейсов есть. Поэтому кредо не лажать. Да, то есть всегда. Отлично. Рэй Курцвилл. Сингулярность наступит в 2045 году и сделает людей лучше. Вы согласны с этим? Я боюсь, что это будет немножко наоборот и сделает людей хуже. Вот, оно уже делает людей хуже, потому что мы стали тупее, и без калькулятора мы сейчас не сможем сложить там 184 плюс 732. Да, то есть я сейчас не отвечу на этот вопрос. Мне нужен калькулятор для этого. А значит, я уже не такой умный, когда я выходил из школы. Вот, это первое. Я забыл, что такое синусы и косинусы, они мне не нужны в жизни. Вот, я, наверное, не совсем разберусь в строении клетки. Вот, но примус я подчиняю исправно и стараюсь не лажать. Теперь по Рэйу Курцвиллу я считаю, что это крайне уважаемый, может быть, это как раз один из тех ученых, которому я крайне доверяю. И в том числе считаю, что основные его предположения и выкладки с БА сбываются, и БА сбываются быстрее, чем он думал. Поэтому 1945 год, я считаю, что это его предсказание. На мой взгляд, это будет немножко раньше, может быть, 1935-1940, потому что осталось совсем немного до вот этой сингулярности. Что такое сингулярность по его пониманию? То есть это, на мой взгляд, это когда искусственный интеллект станет достаточно сложен, чтобы принимать решения. Это тяжелый искусственный интеллект, так называемый, да, то есть это супер искусственный интеллект. Сейчас есть зародыши искусственного интеллекта, и, ну, они так уже превращаются в младенцев, вот, когда компьютеры станут, скажем, по интеллекту на уровне обезьяны. То есть, вот, например, сейчас Илон Маск заявил, ну, опять же, фейки могут быть, но заявил, что его чип вживлен в мозг обезьяны, и она начинает играть в компьютерные игры. Вопрос, какие, и вопрос, на каком уровне, да, вот. Теперь, если появится тяжелый искусственный интеллект, то главной его задачей, как я понимаю, субъективно, будет оптимизация. Оптимизация человека — это паук, и поэтому это будет очень мудрый, сильно пристегнутый к всеобщему знанию паук или краб, да, и я бы не хотел такого будущего, ну, я просто боюсь такого будущего, а самое удивительное, что моя дочка и ваша, если она у вас есть, будет в этом купаться, понимаете, в чем дело. Мы-то этого боимся, потому что мы поколение X, и мы живем со своими понятиями, со своими целями в жизни. Если цель нашего поколения была евроремонт, стеклопакет, иномарка и дача в Марбее, да, то цель и ценность поколения Y совсем другая. Это моя жена, например, и ваша. А дальше мой ребенок — это Z и Альфа, которым ценности, например, обладания автомобилем вообще не ценности. И, соответственно, а у них вот подключенность к интернету — ценность. А мне пофигу. Я извиняюсь за такой сленг. Вот поэтому, если я, например, на даче, на своей, где-нибудь там в Тольятти, то неподключенность к интернету меня не беспокоит. А мою дочку очень беспокоит. Ей всего 4 года, а как вот сказки ей качать? Тернет! Папа, из тернета скачай, пожалуйста, мне сказочку про Золушку. Какая большая цель на ближайшие 5 лет для Владимира Пирожкова? Я очень хочу второго ребенка. Это ближайшая цель. Это личная цель. Она, наверное, главнее, чем общественная. Я хочу поменять свою дачу в Тольятти на дачу в Крыму, в районе Феодосии, скорее всего. Это ценности моего еще поколения, потому что я хочу смотреть на море, не на Жигулевской. Следующее. Я бы хотел построить передвижение в пространстве. Я бы хотел подойти к созданию технологии изготовления новых форм жизни. Попробуйте вдуматься в это дело. Изготовление новых форм жизни. Не через яйцо и геном, а через печать живыми клетками. Наш центр, в принципе, создавался под такие задачи. У нас есть возможность куда расти, и, как говорится, потенциал заложен. Мы бы хотели этим заниматься. Вы даже, по-моему, сотрудничаете с Первой Градской? Да, да, да. В том числе мы хотели бы сотрудничать с учеными типа Владимира Миронова, который занимается как раз созданием пока печати живых организмов, запчастей для человеческих органов. Но в том числе и есть идея создать, например, биомуху, которая искусственно напечатанная, созданная биомуха, которая могла бы работать как конструктор Лего, например. Представьте себе рой нанороботов, которые биологические и работают как Лего. А зачем это создавать? Это универсальное изделие. Это универсальный инструмент. Он может все. То есть, по большому счету, это жидкий робот из фирмы Терминатор 2. Это другой материал из будущего. Но все равно я вернусь к детям. Потому что главное, что мы за собой оставляем, это следующее поколение. То, что я строил до этого, те же автомобили или самолеты, или поезда, или какие-нибудь синкрофазотроны, как и этот центр, это все будет прахом. Это все превратится в старый завод когда-нибудь. То, над чем мы сейчас, скажем так, иронизируем, глядя на тот же, я не знаю, там, Мотор Сич или какой-нибудь Южмаш. Нужно всегда думать о будущем. Нужно, чтобы это просто была территория, где развиваются следующие технологии, которые будут адекватны времени. Желательно его опережать. И чтобы здесь появлялось новое поколение ученых, мечтателей, технорей-мечтателей. Это тот детский сад, который мы построим. Дешево, быстро и хорошо. Можно два, но не три. Что вы выберете? Быстро и хорошо. Ваш герой Карим Рашид, Арне Куинс или Филипп Старк? Никто. Если бы вы могли изменить хотя бы одну вещь жизни, то какую? Я бы родил ребенка раньше. Но так вышло, что в 50 лет я родил первого своего. Это не круто. Поэтому всем, кто меня будет слушать, рожайте как можно быстрее и как можно больше. Роботы будут платить налоги? Нет, хозяева роботов будут платить налоги и никуда не денутся. Риск или стратегическое планирование? Риск. Место, где максимально комфортно жить и заниматься любимым делом? Солнце. Ну как? Ну не солнце, я имею в виду на солнце. Это Крым или Ницца, или Таиланд, или еще что-то. Где есть энергетика, солнечная энергетика. Не с точки зрения батареи, а много солнца и мало дождя. Это не Брюссель. И минимальный набор вещей? Да, даже не про... Вещи вообще меня в последнее время меньше интересует. Шахматы или бридж? Я бридж не знаю совсем. Поэтому, наверное, из того, что знаю, наверное, карты. Любопытно. Путь или результат? Вот это очень крутой вопрос. Сейчас путь, раньше результат. Это японская, это восточная история. Да, я теперь про восточный, это путь. Да. Фантастика или фэнтези? И знаете ли вы, в чем отличие? Фантастика, ее можно реализовать. Фэнтези, это больше такое, ну, как я понимаю, да. Фэнтези, это больше такое просто wild world такое. Фэнтези, это будущее, как прошлое. Может быть, я не знаю точного определения. Но фантастика точно, мы это реализуем здесь. Иосиф Шкловский или Герберт Уэллс? Герберт Уэллс. Хотели бы вы, чтобы о Владимире Пирожкове сняли фильм? Если да, то кто бы был автором? Предложения такие были четыре раза. От кого? Разные. Был, по-моему, даже чуть ли не в ГТРК. И были независимые режиссеры. Но я бы хотел попробовать с, сейчас я скажу, кто там у нас Индиану Джонс снимал? Я уже начинаю забывать. Это такой пожилой дидос, очень крутой. И Джурасик Парк. Ну, мы все знаем его в лицо. Владимир, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok